Не выдержало морозов. В субботу около 17 часов на московской теплоэлектроцентрале номер 21 произошла авария. Из-за этого в нескольких домах городского округа понизилась температура в отопительных системах. В диспетчерскую ДЭЗа поступили заявки от жителей домов по улицам Родионова, Мельникова, 9 мая и микрорайона Левобережный. Тему продолжит Юлия Арянина. Оперативные совещания в выходной день. Никто не должен замерзнуть. Сообщение о том, что на ТЭЦ произошла авария, к химкинским службам поступило после 20 часов. В Москве все неполадки были устранены к 10 вечера. Бригады ДЭЗовские вышли в ночь. Там не по жалам, то, что сами видели, то перепустили. Возможно, отделные жалобы остались, но на утро уже сегодня жалоб нет. Хорошо, что оперативно отработали. Последствия аварии в Москве ощутили не все. Наталья Степанова, житель одного из верхних этажей, замерзнуть не успела. В последнее время, пока морозы, дома ходим теплоодеваясь. В кофтах с длинным рукавом, в носках шерстяных, чтобы не замерзнуть. На каждой трубе, идущей от тепловой станции, стоят приборы, по которым ориентируется специалист в случае поступления жалоб от жителей. Следующий шаг – проверка теплового узла. И только после этого производится перезапуск системы. Спускается воздух, до поступления теплой воды перекрываются краны. Система приводится в рабочее состояние. То есть у людей появляется опять тепло. На улице Мельникова система отопления перезапускать не пришлось. Настолько незначительной оказалась разница в показателях. Но если бы такая необходимость была, процедура не заняла бы много времени. В современных высотных домах все стояки подключены к одному агрегату, что значительно упрощает процесс. Юлия Арянина, Олег Мелехов, Служба новостей.